Как и все молодые люди, я был в поиске, закончил школу, техникум, работал. Но мечта у меня всегда была стать художником, потому что у меня и отец рисовал, он когда-то еще до революции закончил художественное училище. Дядя у меня был скульптор, и мне эта профессия, уже когда я становился взрослым человеком, она меня всегда преследовала. Поэтому я походил на подготовительные курсы в Мухинское училище в Санкт-Петербурге. И сходу поступил в институт, и теперь 6 лет отучился, и я не пожалел о том, что закончил этот вуз, потому что профессии, которые я получил, они мне пригодились на все последующие годы, и вот до сих пор это очень интересная профессия, быть художником, разноплановым таким художником. По интерьеру, по экстерьеру, по созданию среды городской. Одним словом, поле деятельности для художника огромное. Мы приехали из Ленинграда, нас пригласили сюда для создания новой экспозиции Центрального музея Казахстана. В 1967 году, 50 лет назад, ровно 50 лет назад, и мы два года занимались экспозицией. Когда я познакомился с артефактами Казахстана, то, что скульптура там очень интересная, ну, скифская скульптура особенно, так называемый звериный стиль. И такая идея, как создать фонтан, она у меня сходу появилась, потому что в таком городе, как Алма-Ата, красивом, белоснежном, практически не было ни одного фонтана. А я приехал из Санкт-Петербурга, где все пригороды, все города-спутники, все были, там столько фонтанов было, и у меня такая идея появилась, что в Алма-Ате должен быть тоже красивый и создан фонтан. Я сделал эскизы, макет сделал, и предоставилась возможность показать высшим, значит, чиновникам, от которых зависело это, потом уже работа, дальнейшая работа. И мы получили одобрение, я вот был связан с архитектором Владимиром Деликоичем Кацевым, мы с ним даже в одном доме жили. И мы показали работу, и она получила в дальнейшем свое движение, потом уже и жизнь. В 80-м году он был построен к Олимпийским играм в Москве.